друзья я наконец-то сформировал для себя свою собственную модель как устроен наш мир я имею ввиду наша земля я дописал книгу который называется явление земли надеюсь она выйдет через две-три недели очень интересная очень объемная очень большая в нее вошли те фрагменты моих гипотез которые я докладывал вам в своих фильмах на протяжении последних трех может быть даже четырех лет и удивительным образом все эти гипотезы что меня естественно радует я думаю что и вас порадует то что они слились воедино и сложили единую картину естественно я в этой книге своей отдал должное нашим ученым которые сделали нашу космологическую какую-то гипотезу формирования нашего мира я не против нее но я предложил читателям посмотреть на эту гипотезу с другого ракурса с более продвинутого потому что отмечу наши ученые сформировали свою гипотезу основываясь на материалистическом воззрении а материалистическое воззрение это девятнадцатый век мы сегодня напомню кто забыл живем двадцать первом веке и мы кроме материализма и идеализма который был до мы сегодня знаем еще и виртуальность который совершенно меняет наши границы воззрений еще в книге я опёрся на высказывание теосов тех которые обсуждали многие века как они говорят но я думаю что это все равно было в двадцатом веке потому что суть этих переговоров суть этих обсуждений если вы бы в нее вникли вы увидели что это знание понимание понятия операции это все двадцатый век раньше до девятнадцатого века люди не выражались такими словами и говорили они совершенно о других материях а вот те которые обсуждают библию особенно ее книгу бытия они говоря о начале и сотворении нашего мира то есть земли кто не знает мир это личное имя планеты земля и земля тоже и космос это тоже личное имя планеты земля если кто не знает или забыл может быть кому-то как говорится недосуг был об этом читать так вот и эти богословы теософы они тоже очень интересно изъяснялись по поводу нашей земли и когда я собрал несколько таких полярных сил воедино то картинка знаете как под несколькими лучами с разных сторон она проявилась буквально знаете как такая стопроцентная голограмма детализированная очень хорошо теперь расскажу что такое земля достаточно кратко потому что книга большая все туда не уместится я и не запомнил естественно такого большого объема потому что это колоссальную память должен иметь человек чтобы такими оперировать массивами я вам скажу только конечную модель а вы подумайте пообсуждать ее и может быть кто-то из вас скажет какие-то нового введения какие-то предложения мы тоже это потом обсудим может быть даже сделаем отдельный какой-то фильм так вот смысл всей системы вот какой мы с вами живем на позиции 3d мерного мира у нас есть длина высота ширина и это наше с вами трехмерное пространство на которое еще накладывается размерность одномерного времени прошлое настоящее будущее вот в этом четырехмерном массиве мы с вами живем и мы с вами формируем свой мир но представьте что если мы являемся частями какой-то фигуры какого-то но существа так скажем которая имеет размерность больше нашего и тогда да мы с вами смотрим вокруг себя и видим свой собственный мир с позиции трехмерного измерения а то существо которое обитает в повышенных так скажем размерностях она видит мир совершенно иным так вот этим трехмерным существом является божество славянской русской точнее русское божество который мы привыкли называть сварог и причем сварог это имя его исконное оно обозначает по русскому языку творог от которого и происходит слово творец которое и использовано в библии когда говорят вот творец сотворил мир слово творить на русском языке обозначает скислять затворять мир чтобы он превращался ну допустим из муки в тесто или как в основе своей из молока в творог в сыр в масло вот что означает слово творить в прямом смысле я вам уже тысячу раз говорил этот самый главный миф который я много раз описал в книгах вот это та самая канва про которую я вам сейчас сказал и больше говорить дальше не буду об этом так вот этот сварог он имеет размерность 13 д то есть 13 мерный сварог у него эти 13 размерности набираются различным способом в одном из фильмов я показал как наши все планеты имеют свои размерности по мере удаления от солнца они увеличиваются эти размерности у этих планет и допустим тот самый плутон он уже имеет девятую размерность и уходит туда в тот самый пояс койпера а койпер переводится как бачкарь буквально это та самая бочка которая в главном мифе у царевича гвидона она как раз и фигурирует вся наша солнечная система я делал поэтому тоже один общий фильм она является многомерной системой в которой описано временное и пространственное блуждание ну так скажем блуждание конечно течение нашей земли вот сейчас мы находимся в трехмерном состоянии это наше настоящее а движение туда к плутону это наше прошлое плутоном мы были много-много лет тому назад а движение к меркурию это наше будущее скоро мы станем наша земля перейдет в фазу венеры затем в фазу меркурия и потом уйдет в то самое солнце и вот что здесь интересно дело в том что пояс койпера это то ледяное пространство это буквально ледяная стена которая опоясывает нашу солнечную систему пояс койпера повернут к нам льдом это то самое отображение наших антарктических льдов той самой стены сварога который я писал это все одно и то же только в разные временные промежутки и когда мы вдруг допустим преодолеем этот самый пояс койпера и пронзим его то на той стороне мы вынырнем из всей нашей солнечной системы не в каком-то открытом космосе а мы вынырнем выйди как меркурий из солнца то есть получается такая интересная картина вот представьте что солнце это вершина некой горы мы с вами спускаемся вот так по серпантину и таких окруженности серпантина 9 штук мы находимся на 3 и видим как подобные нам существа спускается по всем остальным и в том числе и выше нас и дело в том что когда внизу уже последний плутон уходит туда в подошву этой горы он быстренько через жерло вулкана поднимается подъемником на позицию вершиной и все это продолжается такая же система работает в любой птице сначала формируется зачаток яйца потом по яйцекладу идет развитие этого яйца яйцо потом несется наружу цыпленок идет в освояси а скорлупа этого яйца потребляется той самой уткой заново и идет как покрывало для следующих яиц вот такая же система у нас является солнечной системой но только во времени и то что мы с вами видим те планеты которые нам говорят включая плутон нептун и остальные это все наши прошлые этапы которые которые мы уже вместе с землей преодолели в прошлые наши времена следующий момент вот в этой системе я думаю что конструкцию вы поняли теперь момент кто ее изготавливает и вот здесь нужно понять ту же самую многомерность дело в том что с нашей точки зрения человека я уже делал тоже фильм на эту тему помните фильм где души как электромагнитные операторы носители электромагнетизма они своим массивом загинают планету придавая различные формы и гоняют еще северный полюс также по планете вот смысл здесь именно в том что каждая душа человека имеет определенный свой электрический потенциал и когда все эти души формируются вместе то есть получается 7 или 8 миллиардов этих душ ну у кого есть душа конечно то получается колоссальное электрическое напряжение которое двигает всю эту землю перемещает какие-то территории не только ее трансформирует но и получается так что представьте что каждая душа она создает вокруг себя одну соту соту такую же как ну например у тех же самых пчел оса там кто там делает у нас еще шмелей и чем больше вот этих пчел чем больше вот этих пчел тем больше эти соты вот абсолютно по такому же принципу формируется наша земля она если больше людей включилась в эту систему разрастается больше на каких-то размеров а если вдруг население по какой-то причине уменьшилось резко достаточно то тогда земля немножко скукоживается сжимается то есть трансформации земли формируется населением которое на ней есть и неправильно говорят наши сегодняшние политики что излишнее население на земле нет население на земле формируется под себя под каждого человека дополнительные площади поэтому чем больше население тем больше будет площадей и всего остального естественно включая те самые энергии дело в том что просто политикам не выгодно чтобы было много населения им очень тяжело паразитировать на этом населении или как они говорят управлять ну а в общем система вам понятно то есть каждый человек является генератором той или иной своей какой-то реальности это реальность она и конструктивно и размерностями складывается с другими реальностями других людей других органов организмов и формирует из себя и собой всю нашу землю и в пространстве и во времени и в различных других физических конструкциях получается сложный организм но он запрещает полеты в космос невозможны полеты в космос за пределы солнечной системы и даже от земли к допустим тому же марсу потому что марс находится глубоко в прошлом он расположен примерно на 100 условно говоря лет туда назад и у нас нет таких механизмов которые могли бы обеспечить полет как машина времени туда прошлое но по крайней мере я таких механизмов не знаю может быть секретные технологии какие-то уже созданы есть косвенные кстати на это намеки потом как-нибудь расскажу а к той самой венере лететь нужно в будущее поэтому мы до нее тоже не долетим ну и та же самая система с луной со всеми остальными моментами космическими что у них собственная есть игра до которой мы не можем добраться на велосипеде то что мы видим это не обязательно материальное мы же смотрим с вами на компьютер мы много чего в нем видим но мы же не садимся на велик и не начинаем крутить педали чтобы догнать кого-нибудь кто убегает у нас на экране мы же с вами понимаем что это совершенно различные реальности не пространство а реальности вот я надеюсь что наши космические бонзы и сегодняшние ученые на наконец-то поймут что на космос надо смотреть более широкими глазами мы не можем уже становиться теми самыми кочевниками и говорить да вот у нас одни горизонтали одни вертикали давайте мы на наших лошадях поскочим туда авось за краем земли упадем в ту самую бездну не такого уже не будет мы должны с вами понимать что есть состояние реальности идеальности виртуальности материальности и все эти состояния совсем различные нам нужно сначала определить какой предмет в космосе на земле или где-то еще какому из этих пространств и реальностей относятся а потом уже строить мосты которые могли бы нас перенести в ту или иную реальность а так просто одеть водолазный костюм и сказать я выхожу из мкс смотрите как я плаваю в космосе это все в прошлом сто лет назад сегодня уже на это никто не покупается поэтому такое падение интереса космосу ребята у нас сегодняшний мультфильмы об аватаре гораздо более достоверные чем достоверные полеты космоса